Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о том, как по молитве проституток Бог вернул зрение ребенку. Бог не отвечает на молитвы неверующего. В то же время по своей благодати и милости Бог может вмешиваться в жизнь неверующих в ответ на их молитвы. Слышит и отвечает ли Бог на молитвы грешника или неверующего. Народ Ниневии молился о сохранении своего города. Бог ответил на эту молитву не исполнив своих угроз о разрушении Ниневии. Агар просила защитить своего сына Измаила. Бог не только защитил Иго, но и щедро благословил. Ахав постился и скорбел в связи с пророчеством Элии об его потомках. Бог ответил, не навлекая обещанных бедствий при жизни Ахава. Языческая женщина из области Тира, Исидона молилась, чтобы Бог освободил ее дочь от демона. Иисус изгнал демона из ее дочери. Бог дает обетование и верующим, и неверующим, как, например, обетование из книги пророка Иеремии. Будете искать меня, и найдете ведь вы всем сердцем будете стремиться ко мне. Им также сказано, что когда они просят что-либо в соответствии с волей Божией, то он услышит их и даст им согласно их просьбам. Эдит Пиаф – величайшая французская певица, и актриса ее жизнь с самограждения обернулась чередой испытаний. Не иначе, как чудом называла Эдит, события, случившиеся с ней в детстве. Эдит Пиаф родилась на улице зимой в 1915 году в бедном парижском квартале Бельвиль. Ее родители – малоуспешная актриса Анита Мояр и ее муж-акробат Луи Гассен. Эдит родилась на улице, не дождавшись скорой помощи. В качестве акушерок при родах были двое дежурных полицейских, совершавших обход. Шла Первая мировая война. Луи отправили на фронт, а Анита ребенка ставила на попечение своей матери, для которой Эдит оказалась обузой. Чтобы девочка подольше спала, бабушка подмешивала ей в молоко спиртное, которое сама употребляла практически ежедневно. Вернувшись с войны, Луи ужаснулся, взглянув на дочку. Трехлетняя девочка была практически истощена. Глаза гнылись, маленькая тельция, казалось, никогда не знала воды и мыла. Луи отвез дочь к своей матери. Женщина держала бордель, но, несмотря на это, заботилась о внучке, и первой заметила, что та ничего не видит. Лечение не давало результатов. Бабушка собрала всех девушек борделя на неделю в паломническую поездку. Поездку назначили на 19 августа 1921 года. Несколько дней подчиненные женщины молились за ее исцеление. А 25 августа Эдит прозрела. Ей было 6 лет, 47 лет, когда она встретила Теофаниса Ламбукаса, православного греческого парикмахера. Перед смертью она приняла православие и покрестилась. На этом на сегодня все. Если вам не понравился рассказ или вы не верите в Бога, а думаете, что люди произошли от обезьян, ставьте дизлайк. А если вы человек верующий и вам понравился рассказ, ставьте лайк, жмите на колокольчик и подписывайтесь на канал. Это очень поможет продвижению канала. Верьте в Бога и уповайте на Него, и Бог вас никогда не оставит. Храни вас Бог!